Такой похожий и в то же время такой своеобразный Ямал – полуостров, омываемый Карским морем. Он расположен всего в нескольких сотнях километров от Нарьинмара, но расположен уже в другом часовом поясе. В рамках федерального проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна» на возможности для журналистов страны организовали пресс-тур по Ямало-Ненецкому автономному округу. В соседний регион отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. Никольская и съезжая башни, дом воеводы, кузница и храм в честь иконы Пресвятой Богородицы. Уникальный исторический комплекс построен без единого гвоздя. Вся территория Острога в точности, как много лет назад, обнесена чистоколом. Это одна из главных достопримечательностей столицы Ямало-Ненецкого округа – Абдорский Острог. Именно отсюда берет начало история основания города Салихарда. Именно на этом месте располагалось одно из первых русских поселений, основанных на территории Сибири. Острог был заложен казаками Березовского воеводы приблизительно в 1595 году. Спустя полвека здесь появилась Абдорская застава, которую впоследствии стали называть Абдорской крепостью. Она представляла собой небольшой четырехугольник, огороженный стоячим дыном с двумя смотровыми и двумя проезжими башнями. Московский журналист Андрей Щегольков в этих краях впервые и очень впечатлен. Никогда не был. Для меня это первый раз очень далеко от Москвы и от каких-то центральных регионов. Поэтому пока что все очень удивляет. Что больше всего удивляет? Небо. Оно ближе к земле и создается удивительное ощущение того, что ты в другом пространстве находишься. На территории комплекса воссоздана и настоящая кузница, как и положено с очагом горном и наковальней. Здесь можно проводить практически любую работу. Плавить металл и заливать его в форму, закалять и штамповать металл. Нравится заниматься ковкой, с детьми заниматься. Ну, так все, поделки делаем. Получается, нравится. А детишкам тоже нравится? Да, конечно. Много занимается детей? Восемь человек ходит. Танцы с бубнами и песни на ненецком языке – неотъемлемая часть церемонии пересечения полярного круга. Салихард, кстати, единственный город планеты Земля, расположенный на 66-й параллели. Существует даже поверье, если, минуя условную линию, загадать желание, оно обязательно сбудется. Это атмосфера, когда люди идут в хороводе всегда, что в русской культуре, что в другом народе, заряжает энергией и заставляет верить, что все сбудется так, как ты хочешь. Следующая локация пресс-тура – оленеводческое стойбище в Приуральском районе. Оно расположено недалеко от Салихарда. Здесь гостей встречают, как и положено, с таинствами и обрядами. Знакомство с Ямал-Ире, ямальским Дедом Морозом, окуривание можжевеловым дымом, обряд очищения и, конечно, мастер-класс по национальным видам спорта. А он у вас в чём лежит? Юрий Худи назвал мамонтёнка Любой. Возраст находки оценивается от 37 до 41 тысячи лет. Следующая локация, куда направились участники пресс-тура – Салихардский рыбоперерабатывающий завод. Это крупнейшее предприятие по глубокой переработке рыбы в северной части России. Здесь ведётся производство продуктов из сеговых пород рыб, а также из щуки, налима и ерша. Мощности завода позволяют обрабатывать в год более трёх тысяч тонн сырья и выпускать три миллиона банок консервов. Причём здесь организована производственная линия полного цикла. Часть сырья для производства, кстати, поступает с другого завода – рыбоводного. Он расположен на левом берегу Аби в посёлке Харп. Порядка 10 гектаров для выращивания мальков с сеговых пород рыб. Это единственный на арктическом побережье современный рыбоводный завод. Правда, бассейны сейчас пустуют. Икра здесь появится только в ноябре, а вот уже весной мальков выпустят в реки Обертышского бассейна. Оснащён завод, что говорится, по последнему слову техники. Здесь расположено 685 инкубаторов и 180 бассейнов. Разведение мальков – основная миссия предприятия. Только в 2020 году отсюда в Обертышский бассейн было выпущено 20 миллионов экземпляров Чира и Муксуна. Процесс происходит следующим образом. То есть мы сначала заготавливаем икру от производителей, в течение полугода инкубируем. После инкубации у нас из икры появляется личинка, из которой мы уже выращиваем малька необходимой навески. Ну и дальше уже происходит выпуск в среду обитания. Если мы выпускаем, соответственно, вопь, это уже является местом обитания этих видов. Она мигрирует в обскую губу. Ну а, соответственно, в весенне-летний период рыба из обской губы поднимается на ногу в реку Оби. Помимо разведения мальков, здесь ещё и выращивают форель для дальнейшей реализации. То есть, помимо искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, завод позволяет поставлять на прилавки магазинов и в рестораны относительно недорогую рыбу. Примечательно, что построено предприятие при поддержке компании недропользователей.